всем привет сегодня рассмотрим правило ну у меня это 14 вообще у скотта мэйерса в этой книге это второе правило предпочитайте приведение с типов в стиле c++ и так что же это означает но на суть правило так а то есть я здесь одновременно озвучу частично это правило ну и плюс пробегусь с небольшими примерами по типам приведений типов в си плюс плюсе потому что по этому у меня видео не было но заодно как бы как говорится одним выстрелом двух зайцев или одним зайцем там 2 2 выстрела так значит в чем суть правила приведение типов в языке на в стиле из гости не применяется так широко как могло бы во первых как пишет скотт мэйерс это грубый инструмент практически позволяющий привести произвольный тип к любому другому и было бы неплохо более точно определять цель каждого приведения например существует большая разница между приведением указателя на объект конст к указателю на объект не являющийся конст традиционное приведение типов а традиционную это вот она вот приведение в стиле си не различает эти два случая и вторая проблема с приведением типов заключается в том что случае его применения очень трудно обнаружить что на самом деле правда но это я от себя вот такие вот записи иногда легко пропустить глазами потому что таких записей может быть много это может быть вызов функции которую передаем еще чего-нибудь еще чего-нибудь и там приводится к типу короче это сложновато увидеть не только глазами но иногда порой сложно всяким статическим анализатором кода которые несовершенны и некоторые некоторые статические анализаторы могут где-то затупаться запутаться затупить и короче не обнаружить это приведение а статический анализатор кода для чего нужен конечно же для того чтобы проанализировать и обратить внимание программиста на потенциальные проблемы или ошибки так вот синтаксическая вот это вот приведение типов состоит всего лишь из пары скобок и идентификатора а скобки и идентификаторы используются в c++ повсеместно таким образом не легко ответить даже на основной вопрос использует ли программа приведение типов это происходит потому что человеческий глаз не всегда замечает коду приведение типов ну а также утилиты о которых о которых я сказал это статические анализаторы кода или просто какие-то редакторы так вот ну и если в языке это я уже от себя есть приведение типов значит их нужно использовать ну и первый 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 ну их всего четыре типа конст каст статик каст динамик каст и рейнтер предкаст вот так четыре типа приведение типов и так давайте начнем пример пример сразу же с ну экзампл 1 да здесь понятно смотрите здесь будет ошибка когда я попытаюсь указателю присвоить другой указатель на здесь чар указатель на чар а здесь указатель на int соответственно здесь ошибкой компиляции в языке си мы поступили бы вот так вот и все хорошо если использовать c++ способы то работать будет только вот этот рейнтер продуманному каста вот такой как потому что все остальные работать не будут ну почему они не будут работать вот это приведение типов она самая-самая такое нахальная и самое беспредельное приведение типов говорят что она не портируемая и результат может быть некорректным то есть тут никаких проверок не делается в данном случае считается что вы лучше компилятора знаете что вы делаете и вот таким вот способом говорите компилятору молчать не ругаться и не предупреждать обычно используется для того чтобы привести указатель к указатель лю указатель к целому целое к указателю ну будет небольшой пример на этих живот при этих же преобразованиях при каких-то что-то при каких-то проводятся проверки какие-то при каких-то там другие проверки ну короче сейчас разберемся и так и так конст каст что такое конст каст ну он снимает модификатор конст и волатайл есть такое ключевое слово волатайл я о нем не говорил но с помощью этого слова к примеру с полу с помощью слова конст ключевого слова да мы говорим что объект не менять с помощью волатайл мы говорим компилятору что это переменная что что к этой переменной нельзя применять оптимизацию так вот вот этот конст каст он снимает константность либо волатайл и добавляет константность но может добавлять константности либо лота ну волатая вряд ли вот константность он добавит теперь давайте посмотрим пример данном случае смотрите если нас сишная строка ну массив чару кон она константна и есть просто указатель дерь смотрите если мы просто попробуем обычному указателю присвоить константный указатель это будет ошибка вы об этом знаете чтобы это обойти мы уже сишными способами воспользоваться ну сишными способами это делать не будем вот будем это делать с помощью c++ так вот вот таким вот образом мы снимаем константность данном случае вот это у нас конст чар и мы приводим его к то есть это указатель на конст чар здесь мы как вы видите конст нету мы указан приведи его к чар и все хорошо в данном случае мы сняли константность и меняя первую буковку а она меняется еще и здесь то есть вы должны понимать когда можно и когда нужно это при применять дальше аналогичный пример это ссылками вот есть константа строка c++ и я хочу определить и объявить ссылку просто вот так вот не получится потому что это константа а вот таким вот образом я изменяю константность дальше точно также для ну это со строкой это с просто с здесь не ссылка здесь указатель да то есть мы снимаем мы берем адрес у этого объекта а так как он константный нам надо снять эту константность и смотрите когда 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 нам нужно добавить смотрите может быть такая функция которая принимает в качестве параметра просто указатель на int и здесь меняем в данном случае что нам надо сделать просто передав вызвал функции и передать адрес константного объекта у нас не получится значит что нам надо снять эту константность вот мы так вот делаем и и и и иногда бывает нам надо добавить константность что значит добавить ну к примеру это может быть шаблонная функция вот такого типа как мы видим шаблонная функция и вот мы ее вызываем все хорошо работает давайте попробуем выполнить вот этот код скомпилировать точнее вот здесь мы должны были получить ошибку а вот она да все верно почему ошибку потому что здесь мы указателю p и ap и в данном случае у нас это просто обычный указатель на и так вот мы этому п и добавили константность то есть он был просто указатель на и в этом случае мы сказали не это теперь константный указательный и под шаблоном у меня были видео поэтому вы знаете что тут грубо говоря идет подстановка как с макросами ну а на самом деле просто генерится функция с сссс вместо вот этого t просто идет конст и инт дата у нас конст и до указатель соответственно что мы получаем ошибку компиляции почему потому что сюда зашел конст зашла константа которую мы внутри пытаемся изменить то есть какой можно сделать вывод ну даже не вывод подытожим до конст каст он снимает конст и волатайл и добавляет конст ну там где это нужно ну и конечно же если там приведение типов не удалось и при конс касте и при динамик касте и при стати касте то на этапе компиляции будет ошибка поэтому очень удобно следующий следующий пример то есть это все на гитхабе будет поэтому вы без труда сможете ознакомиться либо освежить память до следующий пример стати каст стати каст может быть использован для приведения одного типа к другому то есть то есть то есть то есть то есть давайте рассмотрим пример ну на этапе компиляции тоже идет проверка и если не получается то мы получим ошибку и смотрите один тип другом данном случае у нас есть double и есть integer в этом примере у нас что получается грубо говоря здесь приводится скорее всего когда был и вот это дабл присваиваться into по хорошему мы получаем ворль ворлинг потому что он говорит что будет урезана то есть дробная часть усечена чтобы этого не было используем стати каст то есть для таких вещей чтобы просто даже убрать ошибки не ошибки а предупреждением используется часто стати каст то есть в тех участках кода где программист четко знает что вот здесь этот ворлинг ну как бы компилятора говорит правильно ругается как бы на ворлинг но здесь он не имеет никакого влияния да ничего страшного не будет так 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 то есть это из одного типа другой оператор стати каст обладает обладает теми же возможностями что и при введении типа общего назначения в стиле языка c то есть на него налагаются аналогичные ограничения то есть например так же как и в языке c с помощью стати каст вы не можете преобразовать переменную тип астрактов int или переменную типа добыл в указатель то есть это просто один тип к другому ну то есть если мы говорим о простых типах ну 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 и давайте рассмотрим примеры примеры стати каста но с этим понятно дальше 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 что я тут делаю есть а а да хотел уже уточнить единственное что можно делать это приводить указатель наводит к любому другому указатель то есть данном случае это может быть вот здесь указатель на int надо был на флот вот то есть с воет в другой тип указателя с помощью стати каста можно на по-другому нельзя данном случае к примеру с int в чар или там с флота в чар или еще еще нибудь куда-нибудь вот то есть здесь такое попустительство только для воин но только для того чтобы ну чтобы можно было работать другими библиотеками или вообще с потоками данных потому что как правило как правило мы можем принять просто какой-то указатель на что-то обычно наводит и ну какой-то поток стрим и оттуда читать данные читать конечно же обычно по байтам читает но но все может быть так вот как видите для войд работает для других типа указателей не работает но с этим разберетесь не думаю что будет сложно так это чё это я не знаю что зачем тут это написано тест а блин здесь оставил в языке си короче это оператор приведение к типу если какой-нибудь объект будет приводиться какого-то типу то компилятор сначала посмотрите если для этого правила описаны программистом вот они описаны это как наверно как бонус или еще чё-нибудь вот это оператор дабл это когда будет приведение к даблу если мы попробуем кинту то скорее всего но мы тут сейчас получим вот так вот давайте чё ну здесь компилируется только потому что есть оператор приведения к даблу короче попробуйте давайте давайте ну если вдруг кто не знает давайте оператор к инту еще приведем один ноль и давайте попробуем выполнить вот так 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 вот выполнился этот оператор сейчас по идее 2 должно выполниться ну ка сейчас еще раз запущу int а потом дабл да почему дабл потому что в этом случае у нас приведение к им ту произошло и вызвался наш собственный оператор а вот здесь просто по умолчанию шло приведение потому что дабл это дабл значение короче идем дальше динамик каст для чего нужен динамик каст это безопасное приведение по иерархии наследования в том числе и для виртуального наследования ну виртуального наследования у меня примера нету но обычное наследование есть классы должны быть полиморфны то есть в базовом классе должна быть хоть и одна виртуальная функция если этого нету то возникнет ошибка компиляции но давайте посмотрим смотрите вот самый первый пример базовый класс а и наследник а класс не по и полиморфин то здесь нету ни одной одной виртуальной функции и если мы попробуем сделать преобразование то есть указателя вот пбс а ну то есть указатель на базовый класс мы присваиваем мы выделяем память для наследника и присваиваем адрес то так вот если мы попробуем я то сделать привести этот указатель к наследнику все таки то у нас получится ошибка компиляции потому что на нету ни одной виртуальной функции класс не полиморфны и поэтому смысла вот такого никакого нету приведения теперь пример когда у нас есть когда класс полиморфный вот у нас есть базовый класс б бсб и два наследника child b и child c виртуальная функция у них тест ну тут без разницы теперь смотрите теперь теперь делаем вот так и все у нас работает то есть мы вот здесь настраиваем указать то есть указатель у нас вообще на базовый класс но мы перенастраиваем таблицы виртуальных функций на наследника выделяем память выделяем создаем объект child а и присваиваем сюда этот адрес очень так вот когда нам нужно смотреть зачем это вообще делать да вдруг у кого-то возникнет вопрос ну а как мне доступиться к функции функции наследника вот с чем нотка как как он как никак то есть работая с через указатель на базовый класс я имею доступ к функциям только базового класса соответственно соответственно надо привести его к тому правильному типу ну таких вещей желательно избегать просто если повсеместно уже вас вот такие вот преобразования в коде значит возможно проблема где-то в архитектуре возможно так вот смотрите когда я преобразовал а я знаю то есть нужно быть уверенным что вот этот указатель на самом-то деле это наследник это ребенок так вот когда мы преобразовали то мы получаем доступ к функциям наследник смотрите еще такую интересную вещь е е е е так где у нас класс b таким способом можно еще определить а указатель на какого нас указатель какого ну какого-то типа скажем да потому что у нас есть базовый класс b и два наследника b и c так вот работаем мы вообще через базы указатель на базовый класс вот но тут может быть либо чилд b либо чилд c как же узнать кто есть ну кто ты действительно здесь входим и это видим но дело в том что этот указатель может передаваться в другие функции и там идти работа с ним соответственно проследить глазами какого-то типа реально мы не можем более того этому все может меняться динамически теперь смотрите ну смотрите если динамик каст вернет ну значит пбс не является реально указателем на вот этот вот тип вот и все ну давайте проверим давайте поставим точку останова так пчелд б выполним как мы видим есть адрес есть есть хорошо делаем второй эксперимент теперь выделяем ну память для чилд c запускаем так это убираем убираем чем мы смотрим 0 ну потому что пбсб не является реально этим объектом ну и точно также можно в ифах узнать если а в данном случае если не является то будет 0 вот в данном случае он является указателем на объект чилд c фух ну и планировал быстро как-то пробежаться а получается уже 20 минут ну да ладно надеюсь с этим сейчас быстрее смотрите и последний тип приведения типа то есть динамик каст ну как вы увидели уже по трем типам что си плюс плюс приведения по лучше чем они получше тем что есть определенные типы приведений которые выполняют конкретно каждой своим задачей то есть нету такого общего приведения дальше на этапе компиляции либо динамически в данном случае динамически проверится действительно ли ты есть тот за кого себя выдаешь если нет то будет ну то есть можно динамически и статически статически в данном случае ну статически это не тут это динамически а ну статически здесь проверится если чилд а он хоть и является наследником от без а но дело в том что они не полиморф это на этапе компиляции будет проверено так вот каждый из приведений типов выполняет какую-то определенную задачу и умелое использование эти и этих приведений этих операторов может вам значительно облегчить жизнь и вам и не только вам а другим программистам которые сразу же в глаза у них будет бросаться вот эти динамик каст а если динамик каст он уже будет понимать что это значит что то связано с иерархией наследования если он увидит где-то статик каст он а это наверно значит один тип к другому ну по типу double int там флот вчера или еще чем если он увидит конст каст он такой ага значит убирается модификатор конст ага значит здесь нужно будет повнимательнее а чё это он его убирает или добавляет если же рейн терп этот каст то тогда тут тут это самое-самое беспредельное приведение ну короче думаю вы идею поняли давайте последний пример просто пример того что может приводить что угодно к чему угодно в данном случае адрес берется у м и вот есть объект стс и в него член класса м и есть так так и приводится он к указателю на флот бардак бардак дальше берется адрес адрес функции f а вот она которая воет который ничего не принимает и приводится к указателю на функции который возвращает int бардак скажите вы давайте еще добавим который еще и принимает и вот так нет на этот бардак она уже не подписывается ладно но в данном случае бардак потому что f а ничего не возвращает но мы привели другом дальше берем адрес просто вообще непонятно чего то есть это просто это да не это не статическая перемена ее по факту нету так вот мы берем то что по факту нету и приводим к указателю на дабл опять-таки ну то есть ну по полный бардак и это вообще уже наркомания идет если честно так ладно поэтому 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 не поэтому а наверное все потому что уже почти 25 минут уже сейчас классно поэтому что ему сказать используйте привыкайте приучайте себя к использованию c++ приведение типов но не может можете этого не делать дело ваше я бы советовал все-таки использовать это почему потому что даже когда вы будете писать вы вот возьмете к примеру свою программку на си или просто c++ и там есть сишны приведение типов и вы таки опа я сейчас перепишу и вы такие елки-палки а какой же и приведение применять до динамика стати каст конст каст или интерпрет вот это и вот тогда тогда у вас и начнутся вы начнете вспоминать а что же вы делали и и и начнете возможно где-то и уберете эти преобразование что-то перепишите вот потому что использование этих четырех типов уже заставляет думать а какой конкретно из них использовать вот это использовать я не рекомендую то есть данном случае большинстве случаях он статик каста хватает но вот это вот это очень редко а лучше вообще не использовать ну теперь точно все поэтому используйте предпочитайте приведение типов в стиле си плюс плюс так ну и ну и ну и все поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока